МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Старик в 9 лет". Страшная сказка Нуржана Уркишбаева. Не хочу больше жить с таким лицом. Кровавый бой в многоэтажке. Обычно одессит в одиночку скрутил неуловимого серийного убийцу. Вдруг он на меня внезапно бросился. И в руках он уже был в топор. Умереть, чтобы воскреснуть. Как восставший из мертвых всю уральскую глубинку на уши поставил. Я даже вижу, что сбоку, что не я. Как они так признали, не знаю. Мрачная тайна женщины дождя. Когда я уже отошла, смотрю, у нее желтые глаза. Казахстан. 2012 год. На земле проживает около 7 миллиардов человек. Всего 40 из них страдают редчайшим заболеванием. Прагирией. Это генетический дефект, при котором кожа и органы стареют с невероятной скоростью. Вдумайтесь, 40 человек из 7 миллиардов. Увы, Нуржан Уркешбаев оказался среди них. На прагирии детской характерна скорость старения, соответствующая вот такой формуле. Один год жизни за 10 лет жизни нормальных. Здесь мальчиков всего 9. Он любил играть и развлекаться, как и все дети ходил в школу. Он был ребенком, но с лицом и телом старика. До 5 лет Нуржан ни в чем не отличался от сверстников. А потом его мама начала замечать странные пятна на теле сына. Врачи поставили страшный диагноз – прогирия. Если бы нашли способ лечения этой прогирии, этого страшного заболевания, мы бы нашли тогда, открыли бы эликсир молодости, эликсир бессмертия. Больные прогирией не живут больше 14 лет. Но Нуржану уже 20. И это хороший знак для него и для его близких. А недавно Нуржан получил очень важное и долгожданное письмо. Ведущие казахские специалисты в области пластической хирургии вызвались помочь постаревшему мальчику. Видите, настолько опущенные, ослабевшие веки, состаревшиеся, что пациент не видит ничего. Ему не поднять века. Врачи собираются омолодить лицо Нуржана как минимум на 20 лет. При этом не отрицают – хирургическое вмешательство может убить больного. Ведь прогирия полностью разрушила его иммунитет и состарила органы. Одной операцией делается, 4 операции сразу, одновременно. Вот сразу буду говорить подтяжка лица, шеи, подтяжка век нависающих, создание складки на верхний век европизации, реконструктивная операция на ушах. Операция длилась почти 6 часов и завершилась успешно. Хирурги подтянули кожу лица и шеи, открыли веки и реконструировали обвисшие уши. 80-летний мальчик-старик помолодел на 10 лет. Для Нуржана это хоть и маленькая, но победа. Перед отъездом врачи провели всесторонние обследования и сообщили ему потрясающую новость. Каким-то чудом болезнь почти не затронула внутренние органы. И Нуржан может прожить намного дольше, чем обычно живут больные прогерей. Это значит, что у него все еще впереди. Одесса, 2005-2007 годы. Этого безобидного с виду пожилого человека зовут Анатолий Кондратьев. Тяжелую брезентовую рукавицу он шьет за 3 минуты, а классические семейные трусы за 60 секунд. Еще Кондратьев интересный собеседник. Умный, начитанный, с неплохим чувством юмора. И только глаза выдают в нем того, кем он на самом деле является. Жестокого серийного убийцу, несколько лет наводившего страх на всю Украину. На его счету 11 жизней. И это только те случаи, которые удалось доказать. С ним тогда в беседе он мне рассказывал где-то порядка, наверное, 14 минут. Доказано было 7. А это человек, благодаря которому Кондратьев оказался в самой охраняемой тюрьме Украины. В блоке максимального уровня безопасности Винницкого учреждения исполнения наказания. В тот ноябрьский день 2005 года Владимир Поляков вернулся со смены около 7. Он снимал комнату в спальном районе Одессы. Его квартирный хозяин, тихий, безобидный алкоголик, всегда был дома. Поэтому Володин осторожился, когда дверь ему никто не открыл. И когда дверь чуть приоткрылась, я нанес удар ногой в дверь. Дверь за рухотом открылась, и перед собой я увидел незнакомого человека. Поляков решил, что перед ним грабитель. И втолкнул незнакомца обратно в квартиру, чтобы не дать ему уйти. Там на полу он увидел расчлененное человеческое тело. Человеком, которого Поляков принял за обычного грабителя, был неуловимый серийный убийца Анатолий Кондратьев. Я испытывал чувство удовлетворения. Но это страшное чувство, потому что это так, как у наркоманов, что-то такое уже там срабатывает. Он убил одного, как национально второго. То есть там уже чувства теряются. Он действовал по одной и той же схеме. Выбирал одиноких жертв. Поселялся в квартире напротив. Некоторое время наблюдал. Входил в доверие. Потом убивал. Тела расчленял. Подделывал документы. И от имени погибших владельцев продавал их квартиры. Чисто вот убили, продали квартиру. Это чисто корысть уже. Он нам рассказывал. Деньги он вкладывал в алмазы. Шубы покупал. То есть золото покупал. Все это у него по всему бывшему Советскому Союзу спрятано в схронах. Сыщики знали, что ищут именно Анатолия Кондратьева. На местах убийств он оставлял отпечатки. Словно подписывал каждое преступление. Но найти его не могли. Как мы держали засаду. Мы знали, куда он придет. А он чувствовал. Он говорит, я прихожу, я чувствую. Вот две недели я держу засаду под одним адресом. Две недели у меня. В доме напротив, все. Вообще ни шороха, ничего. И вот он говорит, я подхожу, я чувствую, что у меня там все. Я разворачиваюсь, ухожу. В тот осенний день Анатолий Кондратьев как раз выслеживал очередную жертву. Он снял квартиру напротив апартаментов ювелира, которого собирался убить и ограбить. Хозяин, явно пьющий, тщедушный мужчина, взял плату вперед, а потом попытался вытолкать Кондратьев за дверь. И тогда, зверевший от ярости маньяк, зарубил его туристическим топориком, который всегда носил с собой. В этот момент в дверь позвонил Владимир Поляков. Я нанес ему удар в область в груди. Он отлетел к задней стенке коридора. Только я отвернулась от него, и он вдруг на меня внезапно набросился. И в руках у него уже был топор. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Несколько раз бывали случаи, что просыпался в холодном поту. Они кубарем скатились по лестнице. Я был безоружен, поэтому утоплялся за любую возможность, чтобы жестко противостоять ему. С момента контакта до полного задержания Кондратьев применил против меня более четырех газовых баллонов. Убийца пытался уйти, но невысокий худощавый Поляков вцепился в него мертвой хваткой. Жильцы дома, наблюдавшие за происходящим с безопасного расстояния, вызвали милицейский патруль. Если бы Поляков на тот момент нормально, правильно не среагировал там на месте и не сообразил, как действовать, вызвали сразу на помощь, чтобы выходить, чтобы люди все были, ну, конечно, он ушел бы. Обоих участников драки задержали. Милиционеры сняли отпечатки пальцев и остолбенели. Перед ними был тот, кого они безуспешно искали вот уже три года. Поляков в этой ситуации, я огромное ему спасибо, он помог нам очень здорово. Смотрите далее. Мрачная тайна женщины дождя. Куда исчезло роковое полотно? Восставший из мертвых. Трагикомедия по-уральски. Страсть творит чудеса. Глухонемой парень услышал голос возлюбленной. Винница. 2009-2012 год. Это полотно сделало автора талантливую винницкую художницу Светлану Телец мировой знаменитостью. Но вряд ли Светлана жаждала именно такой славы. Картина «Женщина дождя» сегодня считается одним из самых зловещих произведений искусства на Земле. Посмотрите внимательно на эту картину. Это «Водяные лилии кисти Мане». В день, когда картина была закончена, в мастерской вспыхнул пожар. Позже картину вывесили в модном парижском кабаре. Вскоре оно сгорело дотла. Тогда работу приобрел меценат Оскар Шмидц. Через месяц запылал и его особняк. Водяные лилии Мане считаются вызывающими депрессии. Именно потому, что сам художник был в состоянии подавленности и депрессии. И, очевидно, перенес это на холст, чтобы самому от этого избавиться. Еще одна картина с неоднозначной репутацией – знаменитая «Джаконда». Три человека покончили с собою прямо здесь. На глазах у Моны Лизы. Есть и статуи, которые вызывают негатив, и картины, которые вызывают негатив, и книги, после прочтения которых идет разрушение. Светлана Телец знала о дурной славе «Джаконды» и водяных лилий. Но и подумать не могла, что список роковых полотен пополнит и ее собственная картина. «Женщина дождя» была создана за несколько часов. Случайно, вдруг, словно рукой художника, водил кто-то невидимый. Я стояла за холстом, писала и не задумывалась. Когда я уже отошла, смотрю, у нее желтые глаза. Картина трижды меняла хозяев. Дважды ее покупали состоятельные бизнесвумены. И почти сразу возвращали полотно автору. На вопрос «почему?» отвечали. Картина их пугает. Когда взяла женщина ее домой и повесила, и у нее начались странные такие ощущения, что в доме кто-то есть. И она ее уже за стенку спрятала, но все равно спать не могла. Ее последним владельцем стал известный российский музыкант, солист группы «Земляне» Сергей Скачков. Он купил полотно именно из-за неоднозначной репутации. Смотрел, я говорю, вы учтите, говорю, возврат будет дороже стоить. Вот, он засмеялся. Мы приехали к певцу, чтобы собственными глазами посмотреть на зловещую картину и снять ее на видео для истории. Узнав о цели нашего визита, Сергей заметно занервничал. Наконец, певец признался – картина исчезла из дома. Это он супруге не нравился. Но мне она понравилась. В общем, у нее, короче, все плохо, а картина закончилась, существовала. От дальнейших расспросов солист «Землян» уклонился и прервал разговор. Ситуацию прояснила автор полотна Светлана Телец. Говорит, что жена вынесла в неизвестном направлении. Я у нее спрашивала, куда, потому что я уехала туда на гастроли. И у нас дошло дело до развода. И она почему-то говорила, что эта картина приносит несчастье. Судьба полотна до сих пор остается неизвестной. Но создатель картины, художник Светлана Телец, уверена – «Женщина дождя» еще напомнит о себе. Такие произведения, как правило, в огне не горят и в воде не тонут. Они просто меняют владельцев, чтобы приносить в их дома беды и страдания. Россия, Свердловская область, 2012 год. Того, что вы видите, на самом деле не может быть. Жена стоит, отец с матерью, с мать сидит. А дети-то не были? Нет, они в садике были. Это вообще не я. Это вообще не я. Этот мужчина в расцвете сил разглядывает фотографии собственных похорон. Пышную прощальную церемонию устроили родственники Алексея после того, как опознали его сгоревшее тело. Я шла из магазина, встретила его тещу. Она мне говорит, деле у нас горе. Я говорю, какое? Взять сгорел. Хоронили Алексея Семенова всем поселком. Все организовано было. Вынесли табуреточки, привезли, поставили гроб. Поехали хоронить. О том, что его похоронили, Алексей узнал через две недели после проводов. Дома он отсутствовал по уважительной причине. Сидел в следственном изоляторе. Суд назначил ему 15 суток админареста за злостное хулиганство. Я там говорю, мне надо позвонить. Они мне не дали позвонить. И что, сидел в 400, потом вывезли на этап. Оповестить супругу о своем злоключении мужчине не удалось. Только через неделю Семенов таки добрался до телефона. Звоню, она говорит, что тебя похоронили. Я что, тоже присел маленько. Ну, она труп, короче, бросила, что я не верю, что это ты звонишь. А когда через неделю он объявился живой и здоровый, в поселке началась паника. Я хожу домой, иду возле дома, и жена идет с мастерщиной домой. И они меня убедали, что жена-то у меня сразу, ноги подкосились у меня. Я говорю, успокойся, ты, я все нормально, я живу, я все нормально. Едва оправившись от шока, супруга отвезла Алексея на кладбище. Эту экскурсию он не забудет никогда. Его паспорт аннулирован. Как и права на жилплощадь и медобслуживание. Право на жизнь ему придется доказывать через суд. Можно считать, что органы государственной власти допустили виновные действия. Потому что если бы ему дали возможность оповестить родственников о том, что его задерживают на 15 суток, этой ситуации бы не произошло. Но сам Алексей виновных искать не собирается. Он просто хочет вернуть свое право на жизнь. А еще его мучает вопрос. Кто же все-таки похоронен в безымянной могиле на поселковом кладбище? Москва, 2012 год. Способности этого человека поражают воображение. Он – настоящее чудо природы. Вилли Мельников говорит на более чем 120 языках. Мой случай полиглотии – посчитать. Да, разумеется, к отчасти это было связано с, очень нежно говоря, не очень приятными ощущениями в жизни. Его тяга к языкам проявилась в раннем детстве. Вот это его судьба такая. Судьба, я так считаю. Свыше дана ему, дано это качество. Ирония судьбы. Именно страсть всей жизни едва не подвела его под трибунал. В прямом смысле слова. Я, в общем-то, и в солнечный Афганистан попал именно потому, что руководитель особого, командир особого отдела нашей ракетной бригады, это был еще советский Туркестан, запозудрил меня в шпионаже на шесть иностранных разведок, только потому, что до него дошло, что, оказывается, пришел с последним призывом в часть парень, который владеет шести языками. Однажды его взвод попал под артобстрел. Вилле контузило. В военном госпитале он пережил клиническую смерть. В толще которой я двигался, до меня доносились какие-то странные речи, странные языки. Некоторые из них потом проявились, когда я снова вернулся в этот мир, а возвращаться очень не хотелось. Вскоре он обнаружил, его память способна творить чудеса. Откуда-то из глубин подсознания доносились обрывки ранее незнакомых фраз и текстов. Некоторые из них, из этих языков, этих межфрактальных, они затем меня, что называется, догнали здесь, на Земле. Мы решили проверить, насколько утверждения полиглота соответствуют действительности. Вместе с ним отправляемся к ясновидящей и экстрасенсу Кажетте. Она известный в СНГ биоэнергетик и коллекционер рукописных раритетов. А это что за языки, интересно? Вот вы знаете? Гуджарати, гуджарати. Это что такое? Ну, это родственник, один из потомков санскрита. Внимательно изучив ту или иную рукопись, Вилли безошибочно указывал, на каком языке написана книга, и пересказывал содержание. Поэтому вы знаете, вас Господь, Он настолько вам одел эту корону разума, чтобы вы знаете корону языков, корону знаний, которые мечтают. Вы благословенный человек. Вполне возможно, именно ему суждено разгадать нераскрытые до сих пор тайны древних манускриптов и подарить нам новое знание, которое изменит мир в лучшую сторону. Харьков, Одесса. 2012 год. Анатолий страдает глухотой в самой тяжелой форме. Он не разговаривал никогда в жизни. Анатолий – талантливый веб-дизайнер. И, как все дизайнеры, натура ранимая и романтичная. С Натальей он познакомился на одесской юморине. У заедлой тусовщицы и нелюдимого стеснительного парня не было ничего общего. Я тогда предпочитала только классический стиль. Шпильки, меховая шубка, худенькая была такая цыпочка. А он в кедах, мопед, волосы длинные. Не мой тип. Но сердцу не прикажешь. Анатолий влюбился с первого взгляда. Уже понял, что моя. Моя жена была. Молодой человек потратил месяц, чтобы выучить одну единственную фразу. Я повернулся, на колени встал и открыл коробочку. И сказал, выйдешь, ты меня отдам. Увы, их разделяла не только стена молчания. Они жили в разных городах. Наталья в Харькове, Анатолий в Одессе. Часто приезжал. Но все равно не хватало того, что он только приезжает. Хотелось все равно по телефону с ним поговорить. Но он не слышит. Тогда Наталья решила научить возлюбленного слышать. Вот Наташа хотела услышать мой голос. Трук, я что, слышу? И она начала мне звонить. Я беру трубку, там, она говорит, я голос есть, но не могу понять. Она помнит этот день, как сейчас. 19 ноября 2009-го, во время очередного монолога, Анатолий вдруг ответил ей смс-кой. Он расслышал слово «люблю». Ну, я считаю, что не с каждым человеком такое может случиться. Это для меня чудо. Дальше была кропотливая, упорная работа. Сначала ему писала, а потом он говорила вслух много раз. Например, привет, как дела? Привет, как дела? Повторяла много раз. Он запомнил. Ага, все, понял. Ты мне сказала это, я понял. И дальше слова там разные. Пошли, пошли, пошли. Через три месяца Анатолий уже не только слышал, но и отвечал. Алло, Наташа, как самочувствие? Я за тобой соскучилась. За тобой придешь во сколько? Ну, где-то 8-9. Хорошо, возвращайся поскорее домой. Я тебя целую и люблю. Хорошо. Ну, все, пока. Еще через месяц они поженились. Очень многим понравилась наша свадьба тем, что мы были оригинально выглядеть. Мы танцевали танец. И пел он песню. А ты меня любишь, ага. То есть он только говорил, ага. Он как бы слышал музыку, но он не знал, когда его слова. По темпу считал. То, что произошло между ними, кто-то называет чудом. А для них это чудо – неизбежность. И она, и он знает. По-другому просто не могло быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА